Имя Степана Бандеры сейчас, как и в середине 20 века, снова на слуху. По старой НКВДшной памяти, Бандера – это популярная страшилка для населения Российской Федерации, а обнаглевшие украинцы, те, кто посмел изменить порядок в своей стране, это, конечно же, все поголовно-бандеровцы и фашисты. Так уж сложилось, но современная Россия, как преемник Советского Союза, переняла и всю советскую коммунистическую идеологию. Вся Россия и часть Донбасса живут собственными мифами о Бандере и его последователях, смешивая в одну большую кучу грешное с праведным. Для тех, кто до сих пор так и не понял, кто такие бандеровцы, и ленился гуглить это в интернете, данное видео станет откровением. Бандера и бандеровцы. Разоблачение кремлевских мифов Первый миф гласит, Бандера был якобы марионеткой Гитлера, а бандеровцы будто бы являлись пособниками фашистов. Начнем с того, что Степан Бандера значительную часть Второй мировой войны сидел в немецком концлагере. Это документально доказанный факт. То есть уже сразу становится понятно, что Степан Андреевич был врагом фюрера. 5 июля 1941 года по личному приказу Гитлера Бандера был арестован и отправлен в концлагерь Заксенхаузен, где провел более трех лет. Причиной этому стал акт возрождения украинского государства, провозглашенный Бандерой и его соратниками 30 июня 1941 года во Львове. Гитлеру, как и Сталину, костью в горле была независимость Украины. Но независимость Украины любой ценой была главной целью Степана Бандеры. Ради этого в АУН готовы были рассмотреть даже ситуативное союзничество с Германией, но при полном признании акта о возрождении Украины. Однако этого не случилось. Своеволие Бандеры вызвало ярость фюрера, и он оказался за решеткой на долгих три с лишним года. Двое братьев Степана Андреевича были в концлагерях казнены. В 1944-м слабеющая Германия пыталась склонить Степана Бандеру к сотрудничеству, как потенциального союзника в борьбе с большевизмом. Но Бандера был непреклонен. Ведь условия о суверенитете Украины противоречила политике Гитлера. В результате всю Вторую мировую войну АУН вместе с УПА вели, внимание, самостоятельную национально-освободительную борьбу с оккупантами, коими являлись как фашистская Германия, так и большевистская Россия. Бандеровцы имели единственную цель – возрождение украинского государства. Другими словами, ни Бандера, ни его соратники из АУН не являлись способниками фашистов, в отличие от, например, красновцев или власовцев из русской освободительной армии. Ни Степан Бандера, ни его соратники не были фигурантами Нюрнбергского процесса. А вся пропаганда, направленная в 40-е и 50-е годы против бандеровцев, была вызвана лишь одной причиной – жесткой непокорностью настоящих патриотов Украины, оккупационной советской власти. Второй миф кремлевской пропаганды навязывает убеждение о том, что бандеровцы – это якобы сугубо западноукраинское явление. Тем не менее, исторические документы говорят о том, что во время Второй мировой войны АУНовцы из числа местных жителей действовали не только в Западной, но и в Центральной и Восточной Украине. Причем самым мощным центром бандеровского движения была Днепропетровщина. Не случайно и в наши дни Днепропетровск является наиболее патриотичным украинским городом и форпостом борьбы с российско-террористическими бандами. С 1941 года активнейшее бандеровское подполье работало в Днепропетровске, Кривом Рагу, Никополе, Днепродзержинске. Координационная сеть ОУН существовала в Киеве, однако в 1942 немцы разгромили подполье и казнили его членов. Но несмотря на потери, в регионах продолжали активную борьбу с оккупантами АУНовцы Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областей. А кроме этого борьба велась в Кировограде, Херсоне, Одессе, Николаеве и Запорожье. Патриоты всей Украины боролись под бандеровскими знаменами с фашистской и большевистской оккупацией. Но самое интересное, особенно в свете современных событий, это то, что украинские патриоты из числа местных жителей действовали в АУНовских отрядах Донбасса. Это стоит повторить еще раз. На Донбассе воевали местные Донбасса-бандеровцы. И это не случайно. Насильная русификация Донецких и Луганских земель в 30-е годы не могла пройти мимо самосознания украинцев в большинстве своем населявших Донбасс. И уже во время Второй мировой войны патриоты взяли в свои руки оружие в стремлении отстоять украинскую независимость. Во время Второй мировой войны бандеровцы стали мощной политической и военной силой всей Украины. Третий миф советской и российской пропаганды гласит, бандеровцы якобы безжалостно уничтожали мирное население. Это как раз тот случай, когда вор кричит «Держите вора!». Все здесь перевернуто с ног на голову, как и в нынешней ситуации в Луганске и Донецке. Российско-террористические войска уничтожили инфраструктуру региона и убили тысячи мирных жителей. Но Россия кричит на весь мир о том, что виновата киевская хунта. Точно так же в 1941 году поступила и советская власть. После 22 июня во время отступления из Западной Украины каратели из НКВД расстреляли 15 тысяч узников местных тюрем. Расстрелы происходили в спешке, и не везде тюремщики смогли тщательно закопать трупы и замаскировать внешне. Смрад от разлагающихся на летний жаретел стоял такой, что немцы работали в помещениях львовской тюрьмы в противогазах. Это жуткое зрелище увидели горожане, что при непосредственном участии фашистов спровоцировало погром во Львове, где пострадали сторонники советской власти, члены еврейской общины и польская интеллигенция. А спустя некоторое время в СССР решили свалить в одну кучу свои зверства и зверства нацистов, не забыв при этом возложить вину еще и на бандеровцев, которые, как говорят на Донбассе, были вообще не при делах. Ни для кого не секрет, что и во время Второй мировой и еще спустя 10 лет АУН УПА вела успешную партизанскую войну с советской властью. Сталин бросал на борьбу с украинскими патриотами регулярные войска и сотни истребительных батальонов. Часть из них была экипирована под бойцов УПА и отличалась изощренной жестокостью по отношению к мирным жителям. В итоге многочисленные изверства НКВД советская пропаганда стала приписывать бандеровцам. Секретные архивы на этот счет до сих пор закрыты. Кремль боится огласки. Но лично Путин знает. Правда, на стороне украинцев. Не лишне напомнить, что Россия и сейчас действует теми же проверенными НКВДшными методами. Сегодня русско-террористические войска в Луганске и Донецке переодеваются в форму Нацгвардии и обстреливают мирных жителей. Однако в современном мире сложно что-то скрыть. Имеются тысячи фото и видеодоказательств этих преступлений, а также десятки тысяч свидетелей. Для Гаагского трибунала хватит сполна. Путина, Гиркина и прочие отребья там уже давно ждут. Четвертый миф кремлевской пропаганды внушает мысль о том, что организация бандеровцев ОУН – это якобы фашистская организация. А украинский национализм – это будто бы родственник фашизма. И снова вор кричит «держите вора». Послушайте определение фашизма и сравните с политикой России, которая громче всех кричит. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, шовинистических и империалистических элементов финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом, революционной частью крестьянства и интеллигенцией. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. А теперь вспоминаем миллиардера Путина и его друзей-миллиардеров. Бойню на Болотной площади и патологическую ненависть россиян – хохлам, жидам, хачикам и пиндосам. Прошу прощения за лексикон. И выходит, что определение фашизма прекрасно подходит к путинской России. А теперь вернемся к украинским националистам. Открываем энциклопедию Британика. В ней националист определен как лицо, рассматривающее служение своему народу, нации, высшим личным гражданским долгом. То есть национализм – это абсолютно достойная и благородная цель нормального человека. И не слово о фашизме и шовинизме. Определение же национализма, как ультраправого течения с намеком на фашизм, всегда было частью марксистско-ленинской теории, которую большевистская Россия чтила как Библию. Советскому Союзу такая трактовка была выгодна и насильно насаждалась массом. Вместе с планомерным жестоким подавлением национально-освободительных движений народов Советского Союза. А иначе бы тюрьма народов СССР непременно бы прекратила свое существование еще после Второй мировой. А теперь цитата из брошюры «Кто такие бандеровцы и за что они борются?» Авторство Петра Полтавы, изданное нелегально во Львове в 1950 году. Мы, бандеровцы, националисты, считаем именно, что субъектом истории являются народы, нации. За наш высший наказ считаем благо и счастье украинского народа. Наивысшим, наиважнейшим заданием украинского народа в настоящий момент мы считаем борьбу за национальное и социальное освобождение украинского народа, за построение украинской действительно независимой державы. Мы, украинские националисты, не шовинисты. Ко всем народам мира мы питаем искренние симпатии. Со всеми народами мира мы хотим жить в дружбе и сотрудничестве. Конец цитаты. И теперь хочется спросить, ну и кто тут фашисты? Как говорится, шах и мат. КОНЕЦ КОНЕЦ